Добрый день! Вы смотрите Итоги дня. С вами Дарья Сударева. Что произошло в Ульяновской области 3 марта, расскажем далее. Смотрите сегодня в выпуске. От IT-компании до сыроварни в Ульяновске в седьмой раз прошел женский деловой форум. Несчастный случай на Авиастаре. Несколько человек находятся в больнице. Трехдневный марафон. Алексей Русских вернулся со СВО, где общался с ульяновскими парнями. Премьеры и проекты. Театр юного зрителя готовит новый сезон. Как себя чувствуют ульяновские бойцы на СВО? Губернатор Алексей Русских приехал с трехдневной поездки на Донбасс. Пообщался с военными, строителями, которые сейчас восстанавливают жилые кварталы. Посмотрел, как настроен быт и нет ли в чем-то нужды. Обо всем по порядку в нашем материале. Тысячи километров. Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, Сватово. За три дня губернатор Алексей Русских вместе с представителями политических сил региона проехали по всей линии фронта. Заехали в семь подразделений, где дислоцируются ульяновские бойцы. Кроме крупных населенных пунктов заезжали и в села и деревни. Наше сегодняшнее поездка сюда мы решили постараться посетить все подразделения ульяновских. Со мной изъявили желание поехать лидер Единой России Ульяновской области Камейко Владимирович, лидер коммунистической партии Кузин Виталий Иванович, Виталий Николаевич Горячев, ЛДПР. Вот мы все вместе, одной единой семьей здесь работаем, общаемся с нашими бойцами. Все видят, что все наше общество в области консолидировано. Как живут, что едят, где спят, всего ли хватает. Интересовали гостей все детали. Быт у бойцов налажен, да и просить особо нечего. В каждом подразделении мужчины подтверждают, всем обеспечены, всего хватает. Гуманитарная помощь приезжает почти каждую неделю. Особая потребность в спецсредствах. По словам губернатора, связь поддерживается с каждым командиром. Поэтому каждая заявка мгновенно обрабатывается, закупаются необходимые вещи и отправляются на СВО. Практически каждый житель Львяновской области оказывает самое посильное участие и в поддержке наших мобилизованных бойцов. Оказывают поддержку семьям мобилизованных, в первую очередь семьям с детьми, где они несовершеннолетние. Конечно, крупные предприятия, в первую очередь военно-промышленного комплекса. Ведется постоянно сбор средств. Очень много сельхозпроизводителей, фермеров постоянно собирают гуманитарные грузы, отправляют. Фонд «Дарит добро» у нас работает. Но больше всего греет душу письма открытки с малой родины. Слова поддержки пишут бойцам и взрослые, и детям. От этого моральный дух только выше. Бойцы признаются, главное для них надежный и крепкий тыл, чтобы в семьях был порядок, а родные ни в чем не нуждались. За этим следят работники соцзащиты, оказывая всю необходимую помощь. Везде боевой дух на очень высоком уровне. И самое интересное, что чем ближе к точке кипения, дух вышиб. Дух вышиб. Поэтому уверяет. Есть уверенность в том, что все будет хорошо, все будет здорово, и победа будет за нами. Заехали и к ульяновским строителям. Ульяновцы сейчас восстанавливают два микрорайона в Мариуполе. К примеру, на данный момент рабочие демонтируют одно из разрушенных зданий. Параллельно идет восстановление школы на 1500 мест и детского сада на 250 мест. Губернатор поручил сдать объекты до 1 мая. Ну и впечатляет, безусловно, многоквартирные дома, которые достаточно жестко пострадали. Мы знаем, что батальоны ВСУ использовали мирных жителей в качестве живого щита. И это все очень сильно как раз отразилось на самом городе. Но я думаю, что благодаря работе и губернатора области Алексея Юрьевича Русских, всем строителям, которые сюда были привезены, я думаю, что эта картина изменится. Город Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, конечно, пострадавшие города от обстрелов, от бомбежек. И, соответственно, двоякое, как я говорю, впечатление. С одной стороны, очень мощное разрушение. С другой стороны, города оживают. Мы разговариваем с местными жителями, что люди возвращаются, открываются супермаркеты. Ульяновские строители трудятся и в других населенных пунктах. Уже сданы несколько многоквартирных домов. Все работы должны завершиться в срок. Анна Тищенко, Юрий Конихин, Уллправда ТВ. В четверг вечером стало известно о несчастном случае на авиационном заводе. Трагический инцидент произошел в ходе проведения испытаний отсека фюзеляжа военно-транспортного самолета Ил-76МД, находящегося в производстве. Пострадало несколько сотрудников предприятия. Один погиб. Причиной ЧП стало избыточное давление внутри отсеков самолета. На авиастаре рассказали, что на одном из этапов сборки самолета фюзеляж проверяют на герметичность, накачивая внутрь отсеков избыточное давление. При проведении этих испытаний и произошел трагический случай. Пострадавшие сейчас проходят лечение в Центральной городской больнице. Один из них отпущен домой на амбулаторное лечение. Остальных больницы навестил губернатор. У пациентов ушибы и резаные раны. Он поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь. В седьмой раз в Ульяновске прошел форум по развитию женского предпринимательства. 2 и 3 марта на бизнес-мероприятия собрались сотни деловых леди. Опытные предприниматели делились опытом, а начинающие узнавали секреты успеха. Также наградили лучшие бизнес-проекты и подписали соглашения с соседними регионами. Прекрасная половина человечества способна на многое. Создать собственную IT-компанию, сварить сыр, превратить творчество в стабильный заработок. Парад амбициозных и талантливых бизнес-вумен собрался на седьмом международном форуме деловых женщин. Ваш вклад в развитие бизнеса, экономики, значительен и очень важен. Это почти 50% субъектов малого и среднего бизнеса. Это вы, дорогие женщины, 50%. Более половины самозанятых – это тоже вы. И цифра эта с каждым годом только растет. В успешных кейсах становится больше, а практика вовлечения женщин в бизнес совершенствуется. Форум деловых женщин – одна из лучших площадок в России, который помогает начинающим и опытным предпринимательницам продвигать свое дело. Главная задача его, как всегда, была, остается, есть и будет – это выявление наших звездочек, предпринимателей, создание большой воронки и коммуникационной площадки, через которую мы видим новые интересные проекты, идеи. Мероприятие является важной частью реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Государство активно помогает женщинам идти к поставленной цели. Мы видим огромное количество продуктов государственной поддержки, будь то начало собственного бизнеса, и маленькие какие-то субсидии, либо гранты, и заканчивая большими, огромными проектами, когда мы видим многомиллионную поддержку в качестве субсидий, либо займов для женщин. На форуме подписали четырехстороннее соглашение между представителями Ассоциации женщин-предпринимателей Ульяновска, Чебоксар, Пенза и Ёжкралы. Благодаря ему бизнес-леди будут делиться своим опытом. А делиться правда есть чем. Ульяновские и российские предпринимательницы уже активно входят на мировой рынок. За последние годы у нас заметно увеличилось число женщин-предпринимателей, и число женщин-предпринимателей, которые занимаются бизнесом очень серьезно, у них очень такие креативные идеи, у них очень много таких проектов, которые достойны внимания, и самое главное, что наши женщины-предприниматели выходят на мировой уровень, они экспортируют свою продукцию. Также на форуме подвели итоги сразу нескольких конкурсов и выбрали лучших в своем деле. Одной из победительниц стала Дарья Федотова. В ее бизнесе помогает ей вся семья. Не выходя из дома, они готовят сыры, йогурты, кисломолочную продукцию и мясо. А начиналось все с домика в деревне и одной козы. Восемь лет назад мы переехали с Ульяновска, просто купили дом в деревне и переехали. Это была идея мужа. Возвели хозяйство с небольшого. Сначала одна коза, и с одной козы вот за восемь лет доросли до стада. У нас сейчас 13 дойных коз, овцы, 12 кисломолюхи, поросята, птица. Примерно два года, я как говорю, сыр. Ключевым событием мероприятия традиционно стало пленарное заседание, в котором приняли участие глава региона Алексей Русский, представители Совета Федерации, федеральные эксперты и бизнес-леди. На протяжении двух дней на форуме работала выставка дегустации «Сделано мамой. Сделано в Ульяновске». Это 40 производительниц украшений, одежды, декора для дома и вкусной еды. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Управда ТВ. Перинатальный центр «Мама» отмечает свой первый юбилей. За пять лет работы здесь родилось 13 тысяч малышей. Благодаря центру удалось снизить процент смертности. По итогам прошлого года он составил всего 3,9%. Небывалых для Ульяновской области показателей добились за счет современного оборудования и оснащения. На праздник пригласили первых рожениц и нашу съемочную группу. Цветы, подарки, поздравления. Перинатальный центр «Мама» отмечает свое пятилетие. Дебютная выписка состоялась накануне женского праздника 7 марта 2018 года. С тех пор на свет появилось 13 тысяч малышей. Одной из первых рожениц центра была Анна Казачок. Рожала девушка второго ребенка. К слову, третья беременность протекала также под присмотром врачей «Мамы». Будучи беременной, второй раз я не знала, куда попаду, в какое родильное отделение получается. И тут меня направили в перинатальный центр. Это было как бы для меня было новое. Я сюда попала и была в восторге, так как это был перинатальный центр новый. Все после ремонта. Отделения хорошие. Врачи и акушеры все были хорошие. Все было на высшем уровне. Специалисты работают по принципу «каждая жизнь бесценна, каждая женщина может зачать и родить крепкого малыша». Для этого созданы все условия. Еще на ранних сроках беременности врачи могут провести генетическую консультацию, выявить наличие наследственных заболеваний и пороков развития плода. Женщины, контингент находящихся здесь на дородах госпитализации, лечат основные акушерские патологии, такие как угрозу преждевременных родов, отечный, гипертензивный синдром и прочее. Учитывая то, что перинатальный центр «Мама» входит в состав детской областной больницы, основная наша специализация, точнее сказать специфика, это сохраняющая беременность терапия, начиная с самых малых акушерских сроков 22 недель. Если новорожденный появился на свет с экстремально низкой массой тела, его выходят с помощью современных технологий. В центре наблюдают крох, вес которых от 500 граммов. За счет возможности центра удалось снизить уровень младенческой смертности. Если в 2013 году этот показатель составлял почти 9%, то сейчас 3,9. Это и заслуга специалистов. Они регулярно проходят курсы повышения квалификации, обмениваются опытом с помощью телемедицины. Телемедицинские консультации проводятся, в том числе и с центром Хулакова, и как по поведению беременных женщин, так и по лечению деток, которые родились недоношенными. Специалисты наши выезжают в федеральные центры на обучение. Сегодня врачи, акушеры, гинекологи принимают поздравления. Лучшие в своем деле получили благодарственные письма и памятные награды. Многие специалисты встретили праздник на своем рабочем месте. Кто-то принимал роуды, кто-то консультировал. Ведь для них главная отрада – счастливая мама и здоровый малыш. Александра Никитина и Даниил Сурков. Управда. ТВ. Архитектура – это единственный вид искусства, от которого невозможно спрятаться. Она вокруг нас и поражает своей красотой. В Ульяновске на фестивале определили лучших архитекторов и выделили лучшие здания и проекты. Награждение прошло во Дворце творчества детей и молодежи. В Ульяновске прошел конкурс лучших архитектурных произведений «Ульяновск. Арх-2023». Архитектурный облик города Ульяновска продолжает меняться. Реализовываются смелые и интересные проекты. За прошлый год были спроектированы новые микрорайоны, введены в эксплуатацию новые здания, улучшены существующие постройки. Это архитектура – основа нашей жизни. Это среда, в которой живет человек. А что формирует человека? Среда формирует человека. Поэтому будем мы в нормальной среде существовать. Будем мы все нормальные люди. Рейтинг победителей фестиваля составили ведущие эксперты России и архитекторы из других регионов, чье решение независимо и беспристрастно. Конкурс делился по разделам «Проекты и постройки». Выбирали лучшие многоэтажные жилые дома, общественные здания, малоэтажки, градостроительные комплексы, общественные пространства. Лучшей архитектурной постройкой в номинации «Многоэтажные жилые здания и комплексы» получил проект «Воробьевы горы» молодого архитектора из Самары Константина Климкина. Постройка выполнена в современном стиле и притягивает взгляды горожан. И в целом концепция нашего жилого комплекса про красоту. Мы старались сделать какую-то выразительную архитектуру, чтобы на фоне наших массовых застроек в городе этот жилой комплекс действительно выделялся. Брали все лучшие практики московских жилых комплексов, смотрели премиальное в Москве жилье, смотрели премиальное жилье в Екатеринбурге. И таким вот образом у нас получилась наша «Воробьевы горы». Другим победителем признан православный храм в честь образа Спаса Нерукотворного на улице Дворцовой. Автор проекта Павел Кармишин – потомственный архитектор. В своем деле он уже более 20 лет. Работы над воссозданием образа храма проводились в течение трех лет. Здесь проходило восстановление Спасского женского монастыря. Были изучены исторические материалы, найдены какие-то даже фотографии вот этого храма. И они очень помогли в восстановлении образа архитектурного. Победителей конкурса наградили памятными подарками. Всего на конкурсе было подано более 50 архитектурных работ, 20 из которых выполнены студентами. Также на фестивале представили выставку архитектурных работ. На ней представлены как эскизы, так и готовые проекты. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ. Со столетним юбилеем поздравили ветерана Великой Отечественной войны Гуськова Ивана Александровича. В свою очередь спортсмены по просьбе родственников подарили ветерану стиральную машину и сделали это вместе со своими детьми, чтобы показать пример подрастающему поколению. Иван Александрович родился в селе Репьевка Ульяновской области в семье простых рабочих. На войну ушел добровольцем 18 лет. Воевал о Западном фронте, получил ранение в бою, в результате ранения лишился правой ноги. Награжден орденом Отечественной войны первой степени, медалью Жукова. После войны прошел путь от обычного рабочего до инженера. Нас родители воспитали так, что родину нужно не только любить, но и непреобходимости защищать. Именно так объясняют свое нахождение в зоне СВО два родных брата из Димитровграда. Мои коллеги встретились с ребятами во время поездки в ЛНР волонтеров группы помощь солдатам из Димитровграда и Ульяновской области. В зону СВО в конце февраля была отправлена очередная партия гуманитарного груза. Виталий и Илья в Вооруженных силах России по контракту служат с 2021 года. На Украине с августа 2022 года. Оба – выпускники димитровградских учебных заведений. В зоне СВО находятся в составе зенитно-артиллерийского батальона войсковой части 48-284. Кстати, именно с них началась разгрузка машины, которая везла из Димитровграда в ЛНР печи, генератора, бензопила, топоры, спальники, консервы и многое другое, собранное неравнодушными жителями города и ближайших районов. Обычная работа, только с большими рисками. То же самое, что и рабочие в какой-нибудь сталилитейном цехе, или рабочие на химической промышленности. Да, риски у военных большие, но мы защищаем же Родину. Как сталилитейный цех льет, например, металл, изготовки продукции своей, танков и так далее. Так и мы выполняем свою работу. Через год после начала СВО просто не могли не спросить ребят об их личных эмоциях. Особенно об отношении местных жителей к российским военным. Что видите здесь? Вот люди, местные жители, как относятся? Очень позитивно. Все постоянно улыбаются, особенно дети, когда на детей смотришь. Они рады, что мы здесь. Они рады, что каждый абсолютно житель рад, что мы сюда приехали. То, что мы здесь. То есть я только такие эмоции видел. Аналогично. А еще в свои 20 с небольшим эти ребята уже успели понять, что значит плечом к плечу и спиной к спине. Знают ценность настоящей мужской дружбы и мелочей, на которые в обычной жизни многие из нас просто не обращают внимания. Ну, самое ценное то, что мы получаем, это письма. Потому что, вот особенность Димитровграда. То есть мы получили письма, мы посмотрели, как-то все равно уже стало теплее. Потому что понимаешь то, что люди переживают за тебя, переживают за всех. И вот такая помощь, она очень внушает доверие. То есть прям поддержка идет большая. А вообще сейчас читаете письма-то от детей? Да, честно. Нет, нет, читаем. Каждое письмо вскрываем, читаем, кто что написал. Очень интересно. Особенно со школы, которая знакома с детства, где находился, задавал экзамены в этих школах. Сам учился в этих школах. Очень приятно на самом деле вот это все. А еще два брата из Димитровграда очень просили передать от них привет родному городу. И всем жителям, забота и любовь которых так важна и нужна на передовой. Хлара, Сосгор, Порт, Горка. Большое спасибо, что вы нас поддерживаете. Нам безумно приятно. Мы все получаем и мы рады. Старый город. Наталья Васильева, Александра Кондратьева. Главные новости любимого города из Луганской Народной Республики. Новые проекты и премьеры. Что готовит Ульяновский театр юного зрителя, небольшой театр и чем он уже удивил зрителей. Подробнее о планах театра на этот год расскажет Ирина Антонова. Малорепетиционный зал Ульяновского театра юного зрителя теперь преобразился. Здесь создан музыкальный салон с белым роялем. По словам руководителя театра Эдуарда Терехова, на новый проект вдохновил русский композитор, дирижер и пианист Сергей Васильевич Рахманинов, юбилей которого мы отмечаем в этом году. Музыка является неотъемлемой частью театра практически всегда. Даже когда ее нет, тишина, она порой тоже звучит, как музыка в спектакле. И вот здесь мы поняли, что для того, чтобы звучала музыка Рахманинова, нужно сделать самое малое. Нужно просто подготовить место в театре, для этого сделать такой музыкальный салон. Стены салона заняла экспозиция, рассказывающая о жизни и деятельности композитора, пианиста, дирижера. Зрители перед началом спектакля или в антракте могут познакомиться с интересными фактами из биографии Рахманинова и заодно послушать музыку великого русского композитора в исполнении профессиональных музыкантов. Проект «Выходные с Рахманиновым» реализуется при поддержке Министерства искусства и культурной политики региона. Партнером выступает губернаторская школа искусств для одаренных детей. И зрители наши, они были настолько, может быть, даже шокированы вот этим, да, потому что они не ожидали, мы не заявляли это, мы сделали это вот очень так элегантно, преподнесли, и это стало для них сюрпризом. А для театра это очень важная составляющая, потому что я считаю, что людям должно быть интересно в театре, им должно быть вот хорошо в театре. И вот это то хорошо, которое, мне кажется, ложится на душу. Кроме того, театр готовит премьеры. Сейчас проходят читки сценариев будущих спектаклей артистами небольшого театра. Так называемый «Застольный период». Первая премьера этого года по пьесе современного драматурга Александра Стережевской «Мама, я блогер» намечена на апрель. Режиссером спектакля является Эдуард Терехов. Но это история про подростков 15-летних, про их взаимоотношения со старшим поколением, про их взаимоотношения между собой. Это история о дружбе, о любви, о предательстве, о ценностях ложных и настоящих. А главный режиссер небольшого театра Марина Корнева приступила к постановке спектакля под названием «Жизнь прекрасна» по пьесе отечественного поэта и драматурга Николая Эрдмана «Самоубийца». Его премьера намечена на второе полугодие текущего года. Очень интересен материал тем, что мы можем выйти на очень интересный диалог со зрителями. И диалог этот будет о том, что же такое жизнь человека. Это очень огромная, обширная, большая тема. И здесь есть разные-разные подводные течения, разные-разные подходы. Несмотря на такое мрачное название произведения, в спектакле будет много юмора. Он затрагивает и множество социальных моментов. В целом, по жанру это трагифарс, где начинается все очень смешно, а в конце каждый получит ответ, как нужно прожить жизнь. Ирина Антонова, Данил Сурков, Уллправда.ТВ Это руки Маши Петровой. Они думают, что уже будущей весной внедрят новую культуру в крупном агрокомплексе. И правильно думают. Потому что Маша – выпускница профессионалитета. Мы научим думать своими руками. Ведущие работодатели ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Банк открытия приглашает на работу начинающего специалиста. Требование – уметь четко и уверенно говорить и пользоваться компьютером. Опыт работы в банке необязателен. Зарплата от 38 тысяч рублей. Телефон 8 937 259 36 49. 4 марта в Ульяновской области ожидается переменная облачность. Местами возможен снег. Температура днем составит 0 градусов. Ветер юго-западный – 4 метра в секунду. Давление – 738 миллиметров ртутного столба. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня на телеканале Управда.ТВ 18 30 20 30 20 30 30 00. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова